ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дело в том, что из мистического сертификата то, что может выпасть, в большинстве своём у меня есть, точнее даже не так. Буквально считанное количество машин отсутствует в моём ангаре на основе, и я не гоняюсь на данный момент за данными тачками. У меня, допустим, отсутствует WZ-111 5А, у меня отсутствует КПЗ 50 тонн, но и нет концепта B. Все остальные десятки у меня в коллекции на основе присутствуют. Что касается девяток, по девяткам у меня нет TL-7 120, эта машина мне нужна только практически бесплатно. Ну а что касается восьмёрок, то у меня нет всякого рода 112-х ледяных или 59-го Паттона. И то, по-моему, Паттона недавно я купил. Короче говоря, выбивать отсюда себе что-то мне абсолютно никакого смысла не имеет. Да и плюс к тому, стоит отметить, что компенсация здесь голдой не перекроет затраченную сумму золота на открытие самой рулетки, это однозначно. Ну а что касается компенсации за премиумные машины, то вообще идёт в серебре, и я не вижу смысла сливать на основе своё золото для того, чтобы обменять его на серу, если вдруг мне всё-таки выпадет мистический сертификат, а оттуда, глядишь, упадёт какой-то танчик. В отношении стоимости рулетки, здесь, ребят, 16 прокрутов, и 16 прокрутов обойдутся вам в 17977 голды, округляя 18000 золота. Кого я считаю за ценность в стоимости 18000 золота из данной рулетки? Ну, наверное, СТРВК, скорее всего, и однозначно, ВК9001П, но ещё туда можно добавить, допустим, того же самого Чифтейна, и для красоты Бадгера, хотя Бадгера можно, по-моему, было купить на аукционе даже немножко дешевле. Все остальные машины, по большому счёту, 18000 золота стоят крайне условно, я говорю про десятки. Ну а если говорить про девятки или восьмёрки, то уж тем более, они явно не стоят такой суммы золота. Если вам из рулетки, помимо мистического сертификата, выпадет ещё мистический сертификат из какого-то из контейнеров, тогда окей, тогда вы либо вышли в ноль, либо вышли в плюс даже, если выпадут действительно годные классные тачки. Допустим, десятка и какая-нибудь годная восьмёрка, тогда прям совсем круто. Ну что, ребят, начинаем крутить. Я пока не планирую сливать полностью всю свою золотую копилку на данную рулетку, но посмотрим, как дело пойдёт. В любом случае, посчитаем, во что мне это обошлось. Первый прокрут стоит 300 голды, и с него мне сейчас выпадает, скорее всего, мистический контейнер. Но это под вопросом. Это вот под большим вопросом. Нет, всё-таки, да, пожалуйста, мистический контейнер, и из него, ребят, что мы достанем? Вообще, крайне предсказуемая рулетка. Ты сразу понимаешь, что тебе выпадет. Кстати, если вам выпадет из контейнера второго уровня вот такой вот точно аватарчик, только анимированный, знайте, вы можете обменять его на целых 10 тысяч золота. А если выпадет фон профиля, то тогда совсем круто, потому что фон профиля вы можете обменять на целых 50 тысяч голды. Ну и я бы, честно говоря, не отказался, чтобы именно фон профилем не выпал, а не какой-то мистический сертификат на какую-нибудь ущербную семёрку. Открываем. Ещё один мистик, и из него что мы получаем? Скорее всего, большое ничего, как я себе осмелюсь предположить. Ну да, 3 дня прем-аккаунта. Ну не знаю, ребят, по-моему, не стоит голда потраченная, точнее не так, не стоит приз, полученный из контейнера затраченной голды. Едем дальше. Пока вроде бы не сильно там я куда-то ухожу, но, слушайте, неплохо обмельчал я, по-честному, уже, грубо говоря, на косарик. Забираем, делаем ещё один прокрутик. И потом сейчас откроем несколько контейнеров сразу. Ну, давай. Давай сразу второго уровня хотя бы. Да сейчас, да сейчас. Понятное дело, что по мелочи бросает. В целом не сильно удивлён. Сколько мне ещё талисманов? Блин! Мать моя женщина! Ещё целых 11 талисманов необходимо получить, чтобы один раз открыть контейнер второго уровня. Ну, это очень много. 50 тысяч кредитов. Ух ты, блин! И целых 400 единиц свободного опыта. Да, ребят, жирею, жирею. Мои прям копилки раздуваются до неимоверного. Я прям не знаю, куда эти все богатства девать. Пишите в комментариях, куда это всё потратить. Что купить? Что купить? Так. Ну, блин, тут особо-то ничего и не высыпется. Вот, по-честному. Разве что мистический сертификат, но вряд ли. А чё я закрыл? Ну, потому что баран. Ладно, хорошо, крутим ещё раз. И сейчас идём до упаду. Главное не выйти случайно, как я это только что сделал. Ну, никакой интриги. Серьёзно, просто. Вот, просто, просто ты покупаешь себе за 18 тысяч дофига мистических контейнеров. И ты покупаешь себе мистический сертификат. Ну, вот, если вы готовы за вот то количество мистических контейнеров, которые есть в рулетке, и за сам мистический сертификат отдать 18 тысяч голды, то окей. Но, возвращаясь к теме, помните, вау, вау, 200 золота вернулось. Мать моя женщина. Отец мой мужчина и все мои родственники разнополые. Так, закончились. Закончились контейнеры. Крутим. Помните по поводу того, что если у вас большая коллекция премиумных и коллекционных танков, то данная рулетка для вас пропорционально невыгодна. То есть, чем больше танков в вашей коллекции, как, допустим, у меня, тем меньше имеет смысл крутить вам вот эту рулеточку и открывать контейнеры. Талисманы. Еще 5 штук. Ну, вот, скорее всего, до пяти прокручу, так, чтобы 5 контейнеров еще открыть. И на этом буду успокаиваться. Не вижу смысла дальше сливать голду. Ну, акупа вообще никакого нет. Из контейнеров самое жирное, что может выпасть первого уровня, это сам талисман, который нифига не выпадает. Ну, а в отношении более жирных призов, типа анимированного аватара и фонопрофиля, то это только до контейнера второго уровня надо дойти. Ну, а это не так уж и просто. Если из самой рулетки, то конты второго уровня вот вам один раз, вот вам второй раз два контейнера. Все остальное это единички. Ну, и, соответственно, нет вообще никакого смысла за ними гоняться. Да и, скорее всего, они вам жирно первыми выпадать не будут. Да и сами контейнеры, как видите, по одному, по одному ни разу не выпало. Ни четыре, ни пять. Ну, вот как-то так. Опять один контейнер. Из-за него я отдаю 600 с копейками голды. Ну, дорого. Реально дорого. По крайней мере, мне так кажется. Пишите свои комментарии. Не знаю. Еще три контейнера мне надо. Как их получить, блин? Ну, только крутить на 777. Ухожу в минус, ребят. Крайне жирный. И, по моим подсчетам, у меня было 11150. Сейчас 8057. Округляя, грубо говоря, три косаря я уже слил сюда. Что я получил? Ни черта. Просто ни черта. Не забрал. Ну, дай, зараза, хоть что-то, блин. Еще два контейнера мне надо, чтобы открыть контейнер второго уровня. Уже бы плюнул. Серьезно. Если бы крутил чисто для себя, бросил бы однозначно. Ребят, поддержите лайкосом. Потому что, реально, ради вас это делают. Для того, чтобы вы видели возможности и вероятности. Возможно, кому-то это поможет принять взвешенное решение по поводу того, стоит ли играться с этой рулеткой или все-таки нет. Еще один. Ну, все. Покупаю, по большому счету, еще один контейнер. Более, чем за 1000 голды. Ну, и на этом, в принципе, успокаиваемся. Открою сейчас контейнер первого уровня, контейнер второго. И на этом, я думаю, можно заканчивать. Вау, целых два. Целых два. Где вы раньше были? Мне вот просто интересно. Почему на предыдущем прокруте нельзя было мне дать за неполную тысячу? Так, мистический контейнер второго уровня. Что мне принесет? Скорее всего, то же самое ничего, что и предыдущее. 75 тысяч и два раза по 200 свободки. Идите вы знаете куда, блин. Так, не хватает мне еще, получается, одного контейнера второго уровня, для того, чтобы можно было открыть контейнер третьего уровня. Вот что делать, ребят? Крутить дальше рулетку? Рискнуть или все-таки не стоит? Пошли по второму кругу, называется. Так, закончили. Что у меня по шансам? Давайте будем смотреть правде в глаза. Мистический контейнер первого уровня. Крайне высокие шансы. Мистические контейнеры второго уровня. Шансы в два раза меньше. В два раза меньше, а сертификат мистический меньше трех процентов. Ну не знаю, ладно, бог с ним. Гулять так гулять, мало ли, вдруг мне сейчас все-таки повезет. Хотя понимаю, что делаю глупость. Прям вот совсем-совсем глупость делаю. 7 тысяч я уже слил. Контейнеры второго уровня. Спасибо хоть не первого. Уже, уже игра большая тебе, как говорится, с кисточкой. Что мы имеем? Мистический контейнер третьего уровня. Талисман и вот он, контейнер. 15% шанс выпадения сертификата. И плюс там можно достать себе анимированный аватар, либо фон профиля. Что мне дадут? Мне дали 60 дней прем-аккаунта. Очень рад. Прям вот совсем-совсем рад за предоставленное. Ловец снов эпический. Класс. Просто супер. Открываем. Ну, ущербность, ребят. Просто-просто ущербность. По результатам я в глубоком, просто в неимоверно глубоком минусе. Что я получил? По большому счету я не получил вообще ничего. Ну, а что я потратил? Я потратил, извините, дохрена. Потому что стартовал я с 11 тысяч с копейками, а закончил на 4400. Если я правильно помню математику, то, грубо говоря, 7 тысяч я слил сейчас в унитаз. Что я мог за эти 7 тысяч? Я за эти 7 тысяч мог вполне спокойно просто взять и купить себе какую-нибудь годную восьмерку. Да, пускай не в составе какого-нибудь жирного набора, но, по крайней мере, радоваться тому, что я взял конкретную машину, которая меня интересовала, по определенному ценнику, который был установлен в магазине. И эта тачка уже стоит у меня в ангаре. Ну, вот, допустим, на данный момент, ну, не знаю, совсем уж прям психануть, и я мог вполне спокойно взять себе, да что угодно, блин, ИСА-6 без скидки. Я мог взять себе Шкоду, ну, или за те же самые 11 тысяч полной своей копилки мог взять себе две восьмерки. А я получил ничего. И вы, ребят, тоже, кстати, будьте к этому готовы. И если вы за честность автора на его канале, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ничего ни от кого не скрываю и показываю все таким, какое оно есть на самом деле. А еще с удовольствием почитаю ваши комменты в отношении того, что выпало вам, если вы крутили данную рулетку у себя на аккаунте. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok